Алуха, дорогие вещи! С вами Суперген! И сегодня я наконец-таки снова добрался до сайта Фигбук с фанфикшенами по Гарри Поттеру. Да, это было жёстко, да, это было долго. Обязательно сразу ставь лайк, чтобы я увидел то, что вот эту вот как бы серию видеороликов не нужно запрасывать надолго. Поэтому поддерживай сразу лайсом это. Снова возвращаемся до Фигбук. Снова, естественно, мы начинаем читать рассказы с хэштегом NC21. Гарри Поттер без NC21 это как, в принципе, как дети. Ну, нет смысла. И у нас, естественно, вот как только я захожу на Фигбук, сразу первый же рассказ у нас получается слеж. А какие другие рассказы по Гарри Поттеру могут быть? Гарри Поттер не имеет никаких отношений с женщинами, они ему не нужны, да, он как бы сильный мужчина, не нужны ему женщины. Слеж, это кто не знает, это романтические или сексуальные отношения, если кто не знал, между мужчинами, да. Зачем тебе эта информация, я не знаю, но теперь ты в курсе. Наставник большого пса. Что у нас происходит, как бы главный пэринг персонажа это Римус Блэк Люпин, третий. Он еще и третий в семье, да, такой, ну, наверное, единственный такой, как бы, сладкий парнишка. Вместе с Римусом Люпином, потому что они, как бы, все вместе ходили одной компанией и, видимо, чпокали друг друга. Сириус Блэк и Римус Люпин, Сириус Блэк третий и Регулус Блэк. Сириус Блэк и Сириус Блэк третий это разные персонажи, видимо, еще АУ в ПВП. Неужели Сириус мог убить друга и тех людей? Неужели он предал Лили и Джеймса? Ведь он стал хранителем с большой буквы. Может, его пытали? Например, его безумная кузина. Она знает в этом толк. Можешь подумать, о чем это, да? Как может называться чисто теоретический рассказ? Ну, как бы, я даю тебе время немножечко подумать. В общем, эта работа называется. Какой на самом деле Блэйз Забини? Естественно, это слеж. Все мы знаем, какой Блэйз Забини на самом деле, да? В этом плане мы не сомневались насчет Блэйза Забини, да? Елизавета Малфой. Персонажи Рон Уизли, Блэйз Забини. Вот такой вот, собственно говоря, Блэйз Забини на самом деле. Гарри Поттер Дракомалфин. Как Елизавета смогла стать Малфой, если Малфу любит Гарри Поттера? Как он влюбился в Елизавету? Елизавета с секретом. Еще в детстве Блэйз связался с темной магией. Теперь ему в одиночку придется разгребать последствия своей ошибки и бороться с демоническим проклятием. Кажут им совсем недружеские чувства. Скотына, где же они познакомились друг с другом? Рон Уизли живет в деревне, в норе где-то, в жопе мир. И там его друг Блэйз Забини начал заниматься темной магией. Он смотрит, говорит, темнеет его, он думает, блин. Счастливый брак зависит не от того, насколько вы совместимы, а от того, как вы справляетесь со своими различиями. В следующий раз, когда ты заходишь на какой-нибудь пацанскими цитатками паблик ВК, то 100% есть такой фанфик. Если я терплю, не означает, что мне не больно. Для фанфика как раз про Дракомалфу и Гарри Поттера. Каждый думает, что знает меня. Но не каждый знает, что не знает, кто думает. Сегодня люди намного дешевле, чем их одежда. Джейсон Стэнхэм. Все отлично подходят для фанфика. В общем, что это, это пацанская цитатка такая, да? И пока они метаются от одних к другим, мне не нужен ни один из них. Во, вот это нормально, я понял. Забротвой двор, стреляя в упор. Вот это нормально, а тебе вот это я понимаю, конечно. А не вот это вот всё. Сори за бац. Качественная фотография. У каждого человека бывает такой период в жизни, когда ему кажется, что он никому не нужен. Джейсон, не грусти, братка, всё будет хорошо. Когда меня рожали, собственно, тогда я и родился. Всё, ладно. Это пора заканчивать. Это пора нахрен заканчивать. Персонажник хреново тонна. Блэйс Забиде тоже присутствует, он ворвался в это его камео, да, из прошлого фанфика. Семья крепка, если миг счастья повторяется многократно в Гавеля. Владимир Гавелла, you know? Ля какой. Кандидатская проблема за отношение к категории цели свободы марксистской философии. Ля какой, да? Я не хотел... Шо? Остановить переход на сад, который начинает загрузку программ без вашего ведома. Спасибо большое. Найс парень, хочу сказать. Владимир Гавеля, хороший парень. Шадис оф Драко Малфой. Ну тут как бы все обычно. Драко Малфой, женщин любят. Что вот это вот за рассказ? Да, Гермиона Грэнджер еще тут. Вообще не фигбуковский рассказ. И понятно, даже горячие работы нет рядом. Ну потому что, ну что это за горячая работа, где Драко Малфой встречается с Гермионом Грэнджером. Май, 2007 год. Гермиона Грэнджер, скромная студентка факультета истории магии. Самый интересный предмет из всех, которые есть. Его в Хогвартсе вел призрак, который спал на уроках. Гермиона, продолжу это, буду учить историю магии. На окраине Лондона живет вдвоем с близкой подругой-сокурсницей Джинни Уизли. За неделю до выпускного в Академии Гермиона по просьбе заболевшей Джинни заменить ее берет интервью у молодого миллиардера Драко Малфой. Интервью складывается не очень удачно. Гермиона не думает, что они когда-либо встретятся вновь. Скотына это просто украдены 50 оттенков. А, это оттенки, шеи цвета оттенки. Это просто 50 оттенков серого. 50 оттенков серого это тоже скотына фанфик. То есть это фанфик, который украден у фанфика, чтобы написать новый фанфик. Никогда не видел такой, в принципе, истории, завязки истории. То есть это будет интересно, это будет классно. Горячее дыхание дракона. Ну поэтому и горячая работа, собственно говоря. Первая магическая война. Министерство магии и Орден Феникса под руководством Альбуса Дамблдора дают мощный отпор темному лорду. Но они не подозревают о козыре в его рукаве. Ну скотына. Патриция, наследница великого Митцара. Митцар, Википедия, шо это? А, это Фури? Она наследница великого Фури? Ля, ну да, окей, ладно. После, значит, вследствие... Безумно можно быть первым! 837 страниц, епический чемпион! Вскованный монаклет. Ласковый. Что у нас? Гермена Грэншер и Дракомалфы. Дракомалфы и Гермена Грэншер не могут... Да что я творю? Как я это делаю? Я не могу... Такую кнопку я нажимаю. Что я делаю? Вот как я даже... Как я новую вкладку открываю? Что я делаю? Остальные рассказы. Допустим, про Драко и Гарри. Про Рибуса Люпина плюс Сириуса Блейка. 20 страниц максимум, может быть. Тут, когда Гермиона и Драко мутят, у них 800-500 страниц. Гарри Поттер мертв. Помянем. После окачения войны, чтобы укрепить свою власть, Волдеморт перебегает к программе повышения рождаемости и возрождения магического насилия. Я себе представляю этот момент. Сидишь, включаешь телевизор, там Волдеморт. Вот у него вот это вот сзади баннер с рекламой. Он сидит, у него микрофон. И, в общем, дорогие мои избиратели, мы пришли с моими коллегами. Тут сидят пожиратели смерти. С моими коллегами пришли к консенсусу и решили, что нужно повышать магическую рождаемость. Волдеморт стал политиком после этого, самым знаменитым. Программа. Какую программу он придумал? Уничтожение всех магических презервативов. У Гермона Грэнджера есть тайна, скрытая и защищенная ее разумом. Которая ставит под угрозу существование нового режима. Поэтому ее, как пленницу, отправляют к верховному правителю, чтобы взять под контроль и использовать в качестве суррогатной матери, пока ее разум, наконец, не будет сломлен. То есть, Гарри Поттер отъехал. Волдеморт такой. Я теперь правитель. Голосуйте за Волдеморта. Стал правителем. После этого такой, думает. Хм, магов слишком мало. Давайте сделаем программу по возвращению большего количества магических жителей в мире. Если волшебница переспит с волшебником, то может родиться этот, как у Скрип. Это не парит его. У него есть программа уже политическая, вывеленная. Да, вперед. Вижу цель, не вижу препятствий. Хм, единственное, кто мне может помешать, это Гермиона Грэнджер. Поганая. У которой есть тайна, заключенная в ее голове, ее разумом. Какая нахрен тайна? Что его программа не сработает и она свергает его с власти после этого? Ну, Волдеморт, а не дурак. Он такой, думает, скотына. Я сделаю ход конем. Если скотына, у Гермиона есть тайна, заключенная в ее разуме. Я же не могу сломать ее разум просто так, да? Запытать ее до смерти. Просто уничтожить ее, потому что я Гарри Поттера уничтожил. Че мне мешать Гермиону Грэнджеру уничтожить? Чем проблема, да? Или его с политической власти после этого скинуть? Типа то, что он перебил миллион человек. Но после того, как он уничтожил Гермиону Грэнджер, все-таки... Не, ну скотына, молодой человек. Ты политик теперь. Ты какой? Ты не киллер. Ты политик. Запомни это. Если ты уничтожил Гермиону Грэнджеру, то скоты... Ну какой ты политик после этого? Вот шмоты последние после этого. Свергнем тебя с власти. Он такой думает, блин, как же мне так выкрутиться с этой ситуацией? Порой Герман Грэнджер к себе. Сажает её на стул. Говорит, скотына, пока твой разум не сломается, ты будешь рожать мне детей до посинения. И делает её суррогатной матерью для создания волшебников. Наследник стал Азар Слизери, но он топит за чистую кровь. И он поэтому взял Герману, чтобы она была суррогатной матерью. Он просто чпокать её, видимо, взял к себе. Некрос, первые шаги, батл. Очередной попаданец в мире Гарри Поттера. Впрочем, не русский студент нагибатор, что в своём роде не выделяется в унылой серой массе посредственности, а выходец из иного мира, где магия – обыденность. А сам Некрос – боевик тупо, ветеран множества боёв, что добился звания капитана императорской гвардии. Сам, пройдя путь от рядового в штатном гарнизоне до столичного в столичном, в деревне был офицером, на родном мире его недва не казнили, обвинив участие в убийстве правителя. А в новом… А скотына, осуждаю, кста, вот это вот, я вот это осуждаю, сразу хочу сказать, вот это я не понял. Плёклая ткань. Если бы она знала, что она марионетка в руках старого паука, если бы она не была столь наивной, если бы она знала, что вся её жизнь обман, если бы, если бы, если бы, но судьба сделала ей лучший подарок – жизнь. Время назад. Поиграем? Что? Я ни хрена не понял. Я обожаю фигбук за то, что в одном и том же рассказе есть группы секс, гендер-сваб, аскобан и хрона-фантастика. Это просто шедеврально. Я обожаю за это фигбук. Вот теперь, наконец-таки, Гарри Поттер – женщина, да, насколько я понимаю? Ну, найс. Гарри Поттеру дали шанс, наконец-таки, вернуться в прошлое и исправить всё. И он стал женщиной. И стал мутить с Томом Редлом, чтобы он не стал злым. Они вместе жили в загородном доме и делали бы детей. Хрона-фантастика, собственно говоря, как говорится. Аскобан-гендер-сваб – последняя надежда человечества смешанная. Естественно, как без него, да, ну а почему бы нет? Без вот этого, как бы, ну это не рассказ без него будет. Спасение человечества без этого никак не происходит. После техногенной катастрофы человечество стоит на грани вымирания. Северус Снейп изобретает зелье, способное подарить надежду всему человечеству. Вот только не разрушит ли это жизнь самого Северуса? Вот анал его точно разрушит. Приключения в параллельной вселенной. Вот это вот 100% про меня. Что делать? Вот я попадаю в параллельную вселенную. Что мне еще делать в параллельной вселенной? Вот скажи мне, я не из этой вселенной. Я не понимаю, что происходит в этой вселенной. Вот чем мне заняться? Вот этим мне заняться. Вот этим, да? Вот этим. А скотыли, я не хочу кого-то выяснили. Не надо. Сенсурной лексикой заняться еще можно, в принципе. Ну а что еще делать в параллельном мире? Солнце пустыни. Рай среди пустынь. Оэмпер Хан и Гарри Поттер. Властелин колец. И грубый секс. Все с нашим рай, это Краснодарский край. Какие пустыни, ало, вы чё гоните, что ли? Дитя Селены. Хомес, надеюсь. Гермиона Грейнджер обратится к богине Луны Селени с просьбой даровать жизнь её возлюбленному. Богиня Луны, при чём здесь тогда? Луна даёт жизнь? Может, тогда вернуть жизнь её возлюбленному? Гермиона в труп влюбилась, а не покупает. Даровать жизнь её возлюбленному? Что это значит? Она шла по кладбищу, смотри, какой импозатный мужчина, да, на могильной плите. Чё б не вернуть его? Но оправдает ли себе цена этого подарка? Понравится ли он его получателю? И что вообще происходит в мире, наполненном болью? Гермиона Грейнджера, Северус Снэп, Минет? Вернула жизнь одна Северусу Снэпу, чтобы делать ему, ну да. Наследник маги. Let's go. Даже Салазар Слизерин женщиной стал ради этого. Ладно, ещё Годрик Гриффиндор ещё не пошёл до поводу этого всё. Но Салазар Слизерин даже соблазнился. Какая была бы жизнь Гарри, если бы в ней появились люди, которые бы обучали его волшебству в 7 лет? Мой первый фанфик. Не судите строго, извините, пожалуйста, за ошибки. Также хочу предупредить, что Хогвартс поступает с 13 лет. Приятного чтения. Грубый секс. Ладно, окей. Тогда на этом закончим. Собственно говоря, почему бы и не дам? Если ты хочешь продолжение видоса, чтобы он вышел не через год, то обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, делись эти видео со своим друзьям. Жми на бубенце, чтобы как бы приходили тебе уведомления о новых видосах. А то ты как бы поставишь лайк, будешь ждать нового выхождения видоса. А не придёт от тебя от Ютуба ничего, потому что у тебя бубенцы не стоят. Поэтому ставь бубенцы обязательно. Люди, которые спонсируют мой канал на Тир 2, спасибо огромное этим людям. И всем людям, которые спонсируют канал. Вы действительно помогаете каналу. Спасибо вам за это огромное. Не спонсируешь такого молодого импозатного человека, это осудительный момент. Поэтому нужные ссылки находятся в описании. Кнопка спонсирую тоже в описании находится. Поэтому спонсируй и получай прикаляса от меня лично. Спасибо тебе огромное за просмотр. Удачи тебе и пока.